Самая обсуждаемая тема многих месяцев это, конечно, коронавирус. Сейчас в Югре в самом разгаре очередная волна. Новый штамм омикрон каждый день заражает по 3000 человек. Статистика впечатляет, но вместе с тем радует то, что большинство югорчан переносят заболевания в форме ОРВИ, без тяжелых осложнений. Кстати, на этой неделе вступили в силу новые правила оформления больничных и выписки выздоровевших. Например, дожидаться отрицательного ПЦР-теста уже не надо. Хорошее самочувствие через неделю позволит вернуться к нормальной жизни, без самоизоляции. Об этом и о других нововведениях расскажет Анастасия Кармалаева. Кашель, насморк, повышенная температура, потеря обоняния – повод обратиться за помощью к врачу. Только теперь не надо ловить талончики или ждать приема в общей очереди. Чтобы открыть электронный больничный, теперь достаточно звонка или сообщения через приложение WhatsApp. Настояние у меня нормальное. Тегракол 36,4. Жалоб нет. Вот 7 дней вы находитесь на больничном листе. Звонки на горячую линию Нижневартовской городской поликлиники раздаются ежеминутно. Очень часто телефоны срабатывают одновременно. Затишье от звонков – редкая передышка. В день их поступает около полутора тысяч. Да-да-да, вам там все объяснят. Поставь на звонка Джебекович. С 8 до 15.00. Всего доброго. Регистратор узнает результаты ПЦР-тестирования, наличие температуры больничного листа. Это все фиксируется в единой информационной системе. Чтобы своевременно помочь каждому заболевшему, горячую линию расширили. Оборудовали второй кабинет, укомплектовали дополнительным персоналом. Ежедневно здесь трудится 18 человек. Смена – 12 часов. Дополнительную помощь медикам оказывают 30 волонтеров. Все эти люди откликнулись самостоятельно. Они предложили свою помощь. И они были разделены по четырем направлениям деятельности нашей поликлиники. Одни помогают на доставке льготных лекарств. Другие доставляют ковидные лекарства. Третьи помогают в регистратурах. И большая часть студентов НВГУ, которые первыми откликнулись на наш призыв, они работают здесь на горячей линии. Дистанционное открытие больничного не значит дистанционное лечение. После звонка на горячую линию в течение двух дней заболевшего посетит врач. В любом случае за время лечения пациента его смотрит врач и наблюдает наш медик дистанционно. То есть осмотр врача в любом случае будет. Осмотр избежать не получится. Галина Семеновна, здравствуйте. Первая поликлиника, ковидное отделение. Вы на больничном у нас с 3-го числа по 13-е. Жалобы есть у вас? Еще одно нововведение. Если пациент перенес ковид как ОРВИ и чувствует себя хорошо, его выпишут спустя 7 дней. Причем ПЦР-тест сдавать не надо. Больничный закроют также дистанционно. Если есть жалобы, повышается температура, кашель и самочувствие ухудшается, то они идут к участковому терапевту для дальнейшего наблюдения и введения больничного листа. Если температура поднимается, то вызов на дом делается. Только на этой неделе медики Югры закрыли больше 5000 электронных больничных. Новый порядок оформления листов недрудоспособности будет действовать еще месяц. После закрытия больничного все переболевшие ковидом получают сертификат с QR-кодом. Он считается действительным годом, как и документ после вакцинации. В скором времени такой ковид-сертификат можно будет получить при наличии антител к коронавирусу. Предварительный приказ, который вышел, он прописывает то, что антитела, выданные количеством международных единиц, действительно на всей территории Российской Федерации. В каком количестве не определено. То есть, если они больше нормы, то они есть. Каких-то жестких рамок Росздрав не представил. Такой ковид-сертификат должен появиться на портале госуслуги в течение трех дней после обследования. А QR-код будет действовать полгода. Получить его можно будет лишь один раз. Коронавирус становится нормой нашей жизни. И все нововведения призваны облегчить жизнь и работу в условиях пандемии. Анастасия Кармалаева, Регина Гауф и Сергей Зайкин. Специально для программы «Больше чем новости». Нижневартовск.